Ну что, ребятухи, всем огромный привет, ну и как вы поняли, сегодня мы с вами немножко поиграем на моём пятом аккаунте и посмотрим, как у нас тут с вами в целом обстоят дела, что вообще по противникам в глобале, ну и вообще в плане дел, как у нас и что тут обстоит. Поэтому погнали. Погнали, собственно, всё вот это вот добро чекать. Первым делом я предлагаю зачекать магасы, тут мы наблюдаем мега-рыцаря. Кстати, ребят, не поверите, вот серебряный сундук, видите, да? Перед этим, именно аккаунтом, я зашёл, собственно, в игру, и чтобы попасть на этот аккаунт, мне нужно было его сменить. А до этого у меня был там мой основной аккаунт, получается, и зайдя в игру, я также зашёл в магазин и увидел там серебряный сундук. Открыл его и выбил мега-рыцаря. Я, к сожалению, скрин не стал делать, потому что думал, ну блин, жалко, что не на видос, конечно, но пофиг. Поэтому, пацаны, скажу вам сразу же, сундуки серебряные в магазах не пропускайте, потому что иногда с них прям сыпет, ну прям будь здоров, так что такие дела. Так, короче, ребят, попросим, наверное, колдуна, потому что очень прям уж хочется мне его до восьмого левела качнуть. С кланового навряд ли что-то годное выпадет, ну, в принципе, да, ребята. Как и ожидалось, и говорят нам о том, что скоро новая легендарка, будем знать, спасибо огромное. Ладно, ребят, собственно, это всё дело прекрасное, замечательное, но предлагаю вам всё-таки отправиться в каточку. Ну, посмотрим сейчас, что у нас из всего этого дела получится, и надеюсь на то, что каточки получатся сегодня нормальными. Ну, по крайней мере, без каких-то там тупых сливов, а если и сливы и будут, то равным противникам, ну как равным, наоборот, а перекачанным противникам, потому что, ну, равным, согласитесь, как-то так себе сливать. Короче, ребятухи, сейчас дела идут на самом деле так себе, потому что вы сами прекрасно видите, пацан тут крайне опасный, жёсткий попался. Мы, конечно, сейчас с вами попытаемся максимально чётко и жёстко его обыграть, но, как вы сами видите, несмотря на то, что мы тут пытаемся всё делать, там по красоте, вообще по жести, там все дела, в любом случае урона по нам пролетает довольно много. Но, но, ребята, есть варик сейчас в ответочку. Слушайте, ну а почему бы не забрать практически вышку? 200, 150, 70, слушайте, по-моему, вполне впал. Ну, такое, знаете ли, среднячковое, просто чё-то взять, буквально за один контр-заход снести вышку. Слушайте, на самом деле, вот это вот было сейчас, ну, просто по красоте сделано. Вышку нам, пацан, естественно, не отдаёт, это вот читаемо было, это было максимально предсказуемо, ожидаемо, поэтому, как бы, я и не удивлён особо. Тут, ребятухи, я думаю, надо будет, да ладно, в смысле? А почему это, можно задать вам вопрос, рыцарь не заагрился на нашего рыцаря? Вот, вот это, на самом деле, хороший вопрос, интересный крайний, ну ладно, окей, оставим на совести этого самого рыцаря, чего уж тут скажешь. Блин, ребятухи, знаете, что меня смущает? А смущает меня именно то, что я, как бы, понимаю, что вышку слева надо отдать, но при этом я хочу её, как бы, как можно подольше посейвить, и при этом я понимаю, что это максимально фиговая задумка, просто сейвить 170 хп, вообще бред полнейший. Но, я просто-напросто даже не знаю, опа, вот, кстати, вот теперь, в принципе, можно забить, потому что он потратил довольно большое количество элика, поэтому, как бы, пусть забирает, не жалко. Мы же, в свою очередь, ребятухи, сейчас будем мутить нормальный, я надеюсь, по крайней мере, нормальный такой заход, думаю, на правый тауэр, да, почему бы и нет. Если что, вышку слева мы спокойно забираем с помощью стрел, поэтому проблем, я думаю, не возникнет. Ты будешь банду гоблинов стелить? Нет, кстати, он нам решил также на язычах подогнать, получается, свой тауэр. Ну, моё почтение, товарищи, моё увозжение. Так, ребятухи, давайте набросим кладбище. Найс, просто хок только высадился, уже, считай, хитпоинтов у него нет. Вот это вот я называю отлично, вот это вот я называю прям огонь. Кстати, а хок-то в итоге, конечно, добежал, даже что-то какой-то урон по нам выдал, но нам пофиг, потому что, как вы сами, ребятухи, видите, мы вовсе забираем пацану тауэр. Просто настолько на изи, что, как вы сами, ребята, видите, даже не прочувствовали. Вот это вот я называю вообще чётко, годно и кошерно. Далее, ребят, идёт пекарь. Пекарь, который сейчас на изи должен будет законтрить у него, как вы, ребята, думаю, понимаете, арбалет. Так, в принципе, и получается. Ну, я думаю, сейчас надо будет ожидать по центру кабана, потому что выбора у него, по-моему, другого-то и нет. Поэтому я готовлю пламя, наверное, сейчас будет хок, плюс какая-нибудь банда гоблинов. Ну, я просто не знаю, что он ещё может накинуть. Ну, и, в принципе, да, вот самый опана. А, кстати, про то, что в этой колоде я понял, что это, ребят, Задека, это, короче, арбалет. И вот это вот вся мелочь, но что-то как-то Хога я не ожидал там увидеть. Ну, короче, вы поняли. Типа, увидел арбалет Хога, я такой думаю, блин, а должно быть там ракета или нет. Всё-таки, ребята, она там была, поэтому нам повезло. Нам реально повезло то, что пацан не пользовался ей особо. То есть, если бы мы реально напоролись на неплохо играющего типа, проблем бы у нас было выше крыши. Проблем бы, ребятухи, было, ну, прям дофига. И поэтому хорошо то, что хорошо кончается. По-другому не скажешь. Окей, ребятухи, погнали. Собственно, рыцарь у нас уже в пути. Ага. Так, молодой человек, я вас понял, я вас понял. Всё, вопросов не имею. Нам, ребята, сейчас нужен пламенный дракон, который именно должен будет прям, знаете, вот нормально так законтрить этого голема. Главное, чтобы без всяких происшествий. И братишка. Ага, я понял. Братишка-то у нас на самом деле это опасный довольно. Так, найс, вышка заагрилась именно на дракончика. То, что нам, ребята, надо. Так, отлично. Пока дела идут весьма неплохо, нам бы ещё... Ты гля, кстати, смотри, как он там с торнадом интересно поступил. В любом случае, как бы урон прошёл, если так посмотреть. Но при этом нам забрали тауру. Стоп, а принц не добежит ведь? Найс. Отлично. То, что у челика не добежал принца в итоге, конечно, это новость, конечно, потрясная. Тут добавить нечего. Но, ребятухи, как бы вам сказать-то так. Я очень надеюсь на то, что вот этот вот пекарь слева что-нибудь сейчас сделает дракон второго левела, брод. Ты серьёзно. Красава. Просто слов не дыхожу. Вообще легендарный человек. Я так понял, он сейчас вообще не планировал то, что отдаст нам вышку. Балын! Если бы, ребята, всё-таки зафокусировала именно центральная вышка нашего рыцаря, дела бы шли просто в разы лучше. Хотя... Куда уж лучше. Это... Это трёшка. Слушайте, ну... Как сказать-то? Чё-то неожиданно. Так, ладно, всё. Я так и... Так и на самом деле, ребята, и планировалось. То есть я как бы ушёл в каточку, знал то, что будет сейчас прям максимально изёвая катка. Эм... Нет. Если честно, я всё ещё в шоке. Чё-то как-то лол. Я такой сижу, думаю, голем. Там у него два принца. Типа, чё это за дека? Как мы сейчас вообще будем против него в целом играть? То есть, в принципе, у нас вроде как контра есть, но при этом, если пацан будет продолжать нам доставлять неудобства, есть варик того, что всё будет, мягко говоря, ну, не очень идти. И... Что-то в итоге прям изёвая трёха. Найс. Окей. Вопросов нет. Короче, ребятухи, всё. Не расслабляемся. То, что каточку выиграли, это, конечно, здорово, замечательно. Но... Сейчас самое главное, просто-напросто, вот, знаете, типа, оооо, всё, выиграл катку, всё чётко, всё классно. Самое главное, просто реально не расслабиться, и всё тогда будет замечательно. То есть, держимся. Прям, держим себя в концентрации, вот так вот вам скажу. Ну, и, в принципе, всё. Дела, значит, будут идти замечательно, если так у нас с вами всё и происходит. То есть, всё, на... Ты, ты всегда готов к самому такому прям... Ну, не то чтобы плохому, но вы поняли. К любым моментам, к любым ситуациям, шо называется, подготовлен и всё чётко. Так, ребяту, есть стрелы. Я так и думал, то, что стрелы... Просто вак в камин... Друзья, вот это вот я называю стрелы на миллион. Вот это вот реально стрелы на миллион. На миллиард. И если сейчас будет опять трёшка, ребята, я охренею. Нет, 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 трёшки сейчас не будет. Возможно, она, конечно, будет в итоге, конечно, но... Чтобы вот этим заходом, которым мы только что ему рубанули тот тауэр, мы ещё и трёху взяли... Не, вот такого вот сто процентов ожидать не стоило бы. Но это капец. Это просто жесть. Чё-то я вот... Вот чего-чего, ребятухи. А такого я, правда, не ожидал. Блин, вот... Вот это, я считаю, прям вообще отлично. Сейчас, опять же, ребятухи, дефаемся от дровосека. Вроде как проблем особых нет. И самое главное сейчас просто-напросто попробовать нигде не лохануться. Мы помним, мы помним про то, что у пацана мелочи хоть задницы жуй. То есть у него и армия скелетов, у него и орда миньонов. И нам как-то нужно рационально тратить наши стрелы, наших спешевиков кидать. Потому что, ну иначе, ничего хорошего из этого, ребята, явно не получится. Поэтому к этому мы готовы на все сто процентов. Кстати, да-да-да, ещё не стоит забывать про то, что у пацана ещё бочка есть. Это ж как ни крути, тоже мелочь. Поэтому такие пироги. Так, окейушки, ребятухи, он до сих пор ещё не потратил орду миньонов. Но мы также до сих пор не потратили ещё стрелы. Поэтому вообще переживать никакого смысла не вижу. О, кстати, братишка, красава. Вот это вот, вот это вот, конечно, вот это вот красиво. Вот это вот прям здорово было. Молочага. Так, ребятухи, даём пикаре. Бро, не хочешь вот прям тут армию скелетов сбросить? Нет, видимо, не хочет. Поэтому мы даём, ребят, дракошика вот таким вот образом. Блин, вот тут вот гром бы, конечно, офигенно зашёл. Так, ага. А, слушайте, а что если забить? Я как бы вижу прекрасно бочку справа. Но я вам предлагаю просто на неё забить. И посмотреть, что из этого дела получится. Так, мы сейчас попробуем на него забрать всё это добро быстро. Так, 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 стрелы, пожалуйста, живите, юниты. Там вас, там уже вас так много было. Ключевое слово было, блин, к сожалению. Так, ладно, пламя, кстати, красава. Халявный урон, это всегда чётко. Халявный урон, это, ребята, всегда здорово. Но, ага, я понял. 142 хп добил ракеты. Я тебя прекрасно понял, бро. Хорош слов. Слов нет. Так, окей, дракончик, колдун. Куча сплэша, братан. Но тебе сейчас вообще, согласись, не резон выдавать именно какую-нибудь армию скелетов и что-нибудь из этой серии. Поэтому, ребята, мы сейчас с вами максимально подготовлены. Мы сейчас с вами максимально сконцентрированы. Даём вот такие вот стрелы. Найс. Скелеты из кладбища. Они там чё-то вроде накоцали, но как-то, блин, ребят, мало, по-моему. Так, давайте я сделаю именно вот таким вот образом. Камон, опять бочка. Не знаю, ребят, чё мне с ней делать уже. В который раз её ловлю и, к сожалению, вот чё-то не особо хорошо дела идут. Слушайте, да ладно. Да ладно. Просто лошара. А как я мог... Как я мог проиграть? Кто-нибудь мне может это объяснить? Какой позор просто. Как мне стыдно. Что это? Как... Я просто сидел и уже был реально на 100% уверен то, что ну всё. Это наша катка. Это просто стопудово наш бой. И тут просто на тебе. И слив. Слушайте, ребята, мне очень стыдно. Поэтому я, наверное, по-тихому свинчу. Большое спасибо вам за просмотр, хотелось бы сказать. Этого... Вот этого боя не было. Надеюсь, все его забыли. Лагануло. Вылетело у меня. Да, вот, блин, какие-то проблемы с интернетом. Вот, как обычно. Вот. Не вовремя. Всем спасибо за просмотр, друзья. До скорых новых встреч. И давайте, чтобы вас так не лагало. Субтитры сделал DimaTorzok.